Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Состоялись очередные поединки третьего тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК потерпел поражение от охраны Динамо 2-6, а Гомель принимал полеское дерби. В этот раз в принципиальном поединке встретились команды ВРЗ и БЧ. Номинально принимающей стороной значились вагоны-ремонтники. Счет в матче открыл ВРЗ точным ударом Евгения Клочко на девятой минуте матча. Спустя минуту Константин Кусков уравнял шансы обеих команд. С равным счетом команды ушли на перерыв. Во второй половине матча Станислав Лемешко выводит вагоны-ремонтников вперед на 32-й минуте, а через 4 минуты Павел Книга сравнивает счет. Победный гол в ворота Юрия Дегтяренко забил Сергей Малышко за 2 минуты до финального свистка арбитра. В итоге волевая победа БЧ 2-3. Полеское дерби провели и хоккейные команды Гомель и Металлург. Гомельчане отправились в Жлобин. Металлург начал первым номером и имел несколько отличных моментов открыть счет, однако удачливее были гомельчане. Нападающий Рысей Кирилл Бовин отличился в начале второго периода. Затем перевес гостей увеличил Александр Скоринов. В заключительной 20-ти минутке «Волки» приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Их результатом стала шайба Захара Полищука. В конце встречи Бовин оформил дубль и победу Гомеля. В 22-м туре чемпионата Беларуси Гомель потерпел поражение от Минского «Динамо», а Мозырская «Славия» от футбольного клуба «Минск». Во встрече Гомеля и «Динамо» в первом тайме гости не смогли добиться успеха, а победный гол на 63-й минуте игры забил форвард «Динамовцев» Егор Зубович. Второй представитель области «Славия» минимально уступила «Минску». Поединки 21-го тура состоялись и в первой лиге. Ричицкий спутник минимально уступил в гостях у «Слонима-2017» 1-0, а «Светлогорский химик» проиграл на своей площадке Бобруйской белшине 1-2. Третий представитель области «Гомельский локомотив» завершил встречу с «Лидой» победой 1-0. В Гомеле завершился открытый областной турнир по боксу памяти героя Советского Союза Кирилла Осипова. Соревновались мужчины. На ринге областного центра Олимпийского резерва «Единоборств» гомельским спортсменам противостояли атлеты из украинских Чернигова и Киева. Турнир проходил в формате матчевой встречи. Столицу страны-соседки представляли воспитанники спортивного клуба бокса «Казак», который на днях отметил 40-летие со дня открытия. «Хороший обмен опытом, и я смотрю, и повышается мастерство наших боксеров, украинских и белорусских боксеров. Поэтому это здорово, что проводятся такие соревнования. Мы приехали сюда, привезли шесть боксеров для того, чтобы они повысили свое мастерство, подготовились к дальнейшим нашим основным соревнованиям, чемпионатам и Украины, и мастерским турнирам, на котором ребятам еще надо выполнять нормативы мастера спорта. Поэтому я думаю, что это будет хороший для них задел в начале учебного года». У гобельских боксеров турнир памяти Осипова также в списке подготовительных к более крупным стартам. 7 по 12 октября на этом ринге пройдет один из самых главных внутренних турниров Кубок Беларуси. Боксеры со всей республики будут оспаривать места в сборной страны. Впереди соревнования, на которых будут разыгрывать путевку на Олимпиаду в Токио. На Кубке страны будут боксировать и девушки. И сейчас они готовятся к чемпионату мира, который 30 сентября стартует в российском Улан-Удэ. В списке участниц мирового форума есть и гомельчанки. «Наши женщины во главе с нашим главным тренером Фигуренко Игорем Анатольевичем туда поедут. Сейчас определяется состав. Я знаю точно, что уже в списках это Виктория Кебикова и Юлия Апанасовича, они уже в состав попали». Победителями этого турнира памяти Кирилла Осипова стали гомельчане Владислав Смягликов, Вадим Панков, Денис Лопушанский, Мурат Мурадлы, а также Эмил и Рамил Алиевы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».